Ну что, друзья, вот мы и приехали за тем, зачем, в принципе, мы вернулись сюда, в Батаму. В Порше раз мы не попали, очень расстроились, сейчас попали. Итак, это Hell's Kitchen, не здоровая кухня, это Hell's Kitchen, go to hell, адская кухня. А теперь смотрите. Ну как, офигенно! Вот за этим мы с вами и приехали. Мы побывали уже на ферме соколов и всех змей там. И сейчас вот мы здесь. Ну как, Наташ, первое впечатление, офигеть! Это просто шутка. Класс! Ну, конечно же, все это сделала природа, геологическая эрозия. И есть там какое-то толкование, что Бог просто рассердился на людей, которые купались в коровье молоке. И грянул гром, и все это стало багряно-кровавого, молочного цвета. Ну вот, мы в таком красоте. Да, сейчас Гид нам все это расскажет, немножко почитали. Ну, в принципе, мы смотрим с вами все это вашими и нашими глазами, поэтому, если вам что-то нужно, сами все почитайте в интернете. А мы просто вот с вами пришли и от красоты такой очумели. Ничего, я к краю подойду, что-то Гид не подходит. Но я сама осмелюсь и подойду вместе с вами. Это напоминает кратер вулкана, да? Но это не кратер вулкана. Вот такое оно, Hell's Kitchen, адовая кухня. А еще говорят, она адова, потому что здесь адски жарко просто. Сейчас почти пять вечера. Мы специально в два выехали из Ватаму. Нам-то гиды сказали, все правильно. И вот сейчас наслаждаемся этим гидом вместе с вами. Офигеть, как классно, да? Это просто сказка. Ну что, я так понимаю, мы сейчас прогуляемся, будем спускаться туда. И меня там люди ходят. Посмотрим растения, посмотрим все. Ну, туристов немного, интересно. Потому что немногие доезжают, честно. Когда нам сказали, друзья, Hell's Kitchen, мы такие, что? Типа здоровая кухня. Мы даже не обратили внимания, не зашли в интернет и не почитали об этом, что это адовая кухня, а не здоровая кухня. Ну и сейчас мы справляемся, друзья мои, вместе с вами. А ты же знаешь, как я оханулась? Мне когда сказали, что это, ну... Так я же сказала, что это еда. Здоровая кухня, мы такие, какая здоровая кухня на отдыхе? Я думала, что это очередная хорошая кухня. Ну, покушайте. Мы с Амосу с вами покушали, было так нормально. Ага, спасибо, спасибо. А сейчас вот пробираемся и справляем то, что мы с вами не посетили в прошлый раз. Да, такое. Это секунд вилл. Угу, точка, точка два, секунд вилл. Ага. А это мне чем-то уже, подождите, по-моему, коле напоминает, ну вот чуть-чуть. Ага, да, кстати, очень, очень напоминает. А вот мы. Уу, привет! Привет вам. Смотри, какие цвета разные. Да, тут уже и мраморный описывай, и бурый, и кроваво-молочный. Я не знаю, что вы видите, я вижу, по-моему, все уже. Вот это вот багряный какой-то, боже, какие красота. И растет. Это что-то неимоверное. А это вообще как-то кожа слона. Или вот сейчас черепашки, как мы видели. Вот такая она вторая точка. Ну что ж, идем дальше. Вы с нами. Вот мы уже на другой точке, смотрите. Все началось 500 лет назад. И, как по легенде, значит, здесь жила очень богатая семья. У них были коровы, овцы, и они и стирались в молоке, и мылись молоком. Но они помогали бедным деревням, которые нуждались в помощи. И тоже хотели бы хотя бы поесть или попить молока. Ну, бог, короче, увидел, разгневался. И вот, в общем, наказал богатую семью. Ну, сделал вот такую красоту. Хотя, на самом деле, конечно же, это легенда. И это все сделала природа. Вот. Тут есть три цвета вот этих вот он обозначил. И мы, когда спустимся вниз, в Афу мы спустимся вниз. Хотя, почему нет? Вон, люди там ходят. Вот он покажет более предметно это все. Это такая красота. Да, мы, когда увидели у друзей фотки, такие думаем, блин, что же нам не сказали? Они говорят, мы говорили, хеллс китчен. Мы такие, ну, надо было говорить, что это что-то не связано с едой, как бы сказать. Ну, красота, красота. Друзья, мы не можем налюбоваться. Не знаю, кому это показать просто. Не знаю, кому это все передать. Солнечное тепло сейчас. Ну, говорят, если спускаешься вниз, там такой градус стоит. Днем особенно. Но я представляю. До 50, наверное. Смотрите, опасно идти. Потому что уже с каждым годом, как писались в гугле, уже находят другие точки. Вьюпоинт, потому что уже опасно подходить. Вот эти вот пару деревьев точно, скорее всего, погибнут. которые стоят в сезон дождей с апреля, с апреля, май, июнь. И уже просто все будет здесь расширяться. Так, что такое куда там или... А, нам пролезть нужно. Красиво тут пролезем вроде. Надеюсь. Ой, ну, хорошо в лазере. А люди просто обошли. Зачем мы полезли реально? Не могу понять. Мы смотрели там, красоты. Опа, да, сведи гонят, да. Может, какие цвета. И это все песок, да? Получается. Ну, то есть это земля. Песок и камни. Песок и камни. Легма. Легма. Все, спускаемся все дальше и дальше. Давайте, как вы поняли, тут можно пройтись лучше всего с гидом. Можно и самому. И, скорее всего, вы что? Вы спуститесь. Это флова. Это холодная. А, мы видели там флова. Смотри. Это холодная роза. Дезерная роза. Нет, пустынная роза. Да, я тебе покажу. Розовая с белым. Это называю... О, спасибо. Потому что я вижу, я вижу, что это два флова, но я не знаю. Дезерная флова? Ой, дезерная роза. Ну, вот это вот дерево, которое уже, вот там их стояли только что, сказал, скорее всего погибнет, потому что, ну, сезон дождей все так размывает, что капец. Ну, вот, гид говорит, вот оно все ближе-ближе подходит, когда дожди. В следующем году, если приедете, уже будет большая разница. Помните, кстати, в ущелье мы с вами побывали, туда карабкали, слезли. Это было в Найробе. Это было в Найробе. Смотрите, все еще любуемся этой красотой. Боже, какие расщелины там вообще, если вот присмотреться, там какие-то пещеры вот посредине. Ну, смотри. И это все, это земля. Это не единого тут камня. Я думала, тут камень. Нет, это не камни. Ну, да. Может, какие-то есть камешки, но это все, это земля. Тогда понятно, в принципе, почему оно так вот опадает и новые точки, новые viewpoints находятся. Подходим, Наташа такая, не поняла, где люди, где дети, которые здесь стояли. Говорят, да, просто школьники. Дети играются здесь. Да, бегают. Классная игрушка такая. Дети бегают, скинули тапки прямо перед обрывом. Детей там точно нету? Вроде нету. И побежали. А, Наташа там где-то обнаружила в другом обрыве. Ага, ну нормально так бегают. О, мы так драпались. Только я недавно вспоминала. Красавцы. Этот самый быстрый. Чао. Чао, чао. Пою, но не дгай. Классно. Смешно. Повздоралась, быстрее, почему это. Ага. Ах, Наташа там. О. Точно, кожечки. А когда говорит гид, когда он был маленький, он тоже после школы бежал сюда и лазил. И игрался, да? Ну, это классно тоже. Кино с детства игры были. Царь горы. Кто залезет, всех остальных спихивает. Наташа заметила, говорит, как лапки. Тигра или котика, лапки животного. То есть это все и расширяется, и расширяется это все время земля. Эрозия вот такая. И сказал гид, еще одно место есть рядом. Марафа, да. Марафа. Мы в Марафе сейчас. Называется местность Марафа. А вот там мы три часа. Вот. Ну, это более популярное, поэтому мы сюда приехали. Смотрите, как мы аккуратно здесь проходим. Прям возле обрыва. Аккуратненько прошли. Мы без лузу вас зайдете. Сзади прям уже толпа какая-то куриста выйдет. Дерево тамаринт. Это я. Жарко, но классно, ничего страшного. Это того стоило. Боже, а представляю, когда тут реки... Представляете, когда что-то происходит? Повторюсь, реки льются апрель, май, июнь. А не мы еще. Какой тут все ревет и столь. Кстати, вот, ну, хорошо, что мы почитали, что нужно одевать кроссовки. И, кстати, нужно брать паспорт. Потому что здесь, ну, не граничит, а, скажем так, есть дорога на Сомали. И очень много оттуда людей проникает и проверяет паспорта. Но у нас не проверили еще. Водитель сказал, вам повезло. Ну, не знаю, что нам повезло. Просто мы бы дали паспорт. Так, сейчас, наверное, видите, какой здесь пуск. Аккуратненько. Если что, выключусь. Если я на попе проедусь. Не, ну, нормально с вами идем, да. Ну, знаете, что здесь путь нелегкий. Что, помните, в ущелье, как мы лезли вообще. Ой-ой. Вот, как здесь вода течет. Еще не совсем могу просто ногу нормально сгибать из-за колена. Ну, в принципе, путь такой. Не самый сложный. Да? Мы почти и дошли. Какие они шумные все. Вот, немножко спустились. Видите, вот река. Река, вот. Оттуда и туда. Говорит, большие воды. Огромный такой звук. Шумит сильно. Ну, и подтачивает, конечно, всю породу. Ну, уйти невозможно. Нет, ну, конечно. Как туристов снесло, то в Найроби, в ущелье. Нет, там сильнее было, там страшнее. Ну, да, там, потому и не пускали. Ну, какая разница, тут все равно. Что там, что там. Ну, уже когда дожди начинаются, нужно отсюда уходить. Никаких экскурсий, ничего не надо делать. Да, песок, реально, песок. Песок. Это тяжелый, как этот. Что, реально метал? Айрон? Айрон? Реалий? Смеется, гейт, железо. Тяжелый камень, тяжелый. А до Браута он один для туристов, наверное, показан. Не, ну, может быть, а чего ж земля красная? Может быть. А, демиум. А, демиум. Вот, красиво. Вот это красиво. Не знаю, вот мне нравится почему-то вот это все. Давай, потрогай. Это начали плотное. Теплое. Прямо греться, можно выгревать. Прямо трон. Садишься. И выгреваешь себя. Это известь какая-то, да? Нет, это песок. То есть кажется, что это скала, а это ничего не скала. Мне, ну, всеми казалось, что это какие-то камни известь. Все это песочек. Еще и туристы приходят, каждый подкопывает. Все, можно отбеливаться. Каждый день. Хайф пройдет. Не хочешь? Ну, мы здесь посмотрим пока. Ой, как хорошо здесь. Прямо рассматриваешь творение природы и удивляешься. Ну, да, 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 да. Знаешь, какая-то обезьянка, там, еще кто-то. И акула. Ну, кто, что видит, пишите. Смотрите, кстати. Какая прям дырочка. Говорит, смотрите, что это и рассказывайте. Look like, эээ... Айскрим. Гейт. No, look like гейт. Гейт, гейт. Чайнис гейт. У меня какие-то китайские ворота обломок. Лайон? Лев? А где там лев? Ну, типа маленький лев, как мороженка такое смотрит. Ну, может. Нет, все это сверху лев. Сверху сверху? А это ножки. Бонсайчик маленький, смотрите. Наташа, ты видела. No, yes. It looks like... Ну, чувак, это тебе, лев. Мне вообще показалось, как осколок каких-то вьетнамских, китайских, тайских пород. Как вот украшают ворота. Так, ну что, нам в какую-то дырку попасть нужно теперь, видите? Вот, уже дитё полезло, расплакалось, папа бежал, спасал. Чё лезть надо было без родителей, это реально опасно. Так, ну вот, кроссовки пригодились. Мальчик, конечно, в тапках, но лучше в кроссовках. Оп, 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 оп. Ох, ё-моё. Макуна, дия. Макуна, дия. О, и куна, дия. Опа, так, я с вами его лажу сейчас. Опа, ну ладно, рукой воспользовалась. И что там? Пролазит нужно копать. А вот мы только с вами были там. А слазить мы будем лагнуть? Не знаю, зачем дитя тащить? Ладно, сейчас люди пролазят. Ну и чё здесь? So, I have to pass, so that I can take you a picture. Окей. This side. Ага, тут все пролазят, давай, нажги пролазить. Ух ты! Если вы хотите пролазить, пролазить ноги, то манжи на голову. А он сейчас будет снимать, я надеюсь. Так я с этой стороны сниму, давай. Ну чё, оть, чё, оть. О, боже, я-то пролезу. Тоже мне, рассказывает мне, как пролазить в дырки, бля. Разные. And you can go back. Окей. Всё, честно, так поснимай. О, сап. О, ну дитя, смотри. Возьмите меня со мной. Давай, давай, давай. Что делать надо? What am I doing? What doing? Так? Держись вот так вот сюда и ногу вперёд. Сейчас подумай. Сейчас, как у меня. Первый ног, then... Mind your head. О, всё, Наташа, крутяк. Крутяк, ты провёзла. О, теперь аккуратно. Можешь обратно не будем, come back now? No, no. We go to the other side. Всё, класс. Thank you. Ну, народ, так я вам скажу, очень даже вот, очень глубоко. Не, сейчас вот спускаться вот, просто оно идёт как такой прям трэш немножечко контент. Не, мне тоже. Да, ты что? Да, мне сейчас Наташа мне это даёт. Я, конечно, извиняюсь, но я сама учусь, как пролезть-то. В принципе, в детстве я из деревьев прыгала и столько пролазила, и мальчишек била, поэтому... Ну, откуда ему это знать? Бедный ребёнок. Бедный ребёнок там расплакался, ну, реально, таких малышей сюда тащить, и он отпустил её одну. И она полезла от нас, застряла и поехала. Не, ну, просто тоже, нужно смотреть. Я вопрос к тому, что возвращаться обратно не надо этой дороги. Я всегда спрашиваю, а мы обратно будем? Вот это да нет. Вот красиво. Смотри, как красиво и женщина стоит. Ой, да. Вообще, вот это вот картинка. Картинка, класс. Хо, ну вот и мы. С вами здесь, в адовой кухне. House Kitchen. Называется местность Марафа. Смотрите, показывает нам, что земля разная. Разная земля, смотри. Типа как розовая. Смотри, он тут вот как... Вот, смотри, желтая. Потом белая. Снова желтая и белая. О, смотри. Это какие-то. Это айон. О, какое красивое. Вообще, и все это в одном. Ох, смотри. И все это в одном. Ох, смотри. Вот так вот. Но уже другим путем. Хорошо, как-то завернули людей поменьше. Тишина. Да. Наслаждение. Тишина. В таком красивом месте. Ветерок обдувает. Уже не такая жара. Было так немеросерденько. Все. Идем вперед. Лазим. Показываем. Нам мельчатся то маски, то животные. Ну, интересно, конечно. Ну, и травмоопасненько. Поэтому, опять-таки, берите все-таки кроссовки, а не тапочки. Особенно вьетнамки. То, конечно, можно завьетнамиться. Ну, честно, это как это. Вулкан Батур. Ну, немножко легче. Так. Ну, нафиг этот вулкан Батур. На сих пор вспоминаем, что мы туда поперлись. О, здесь прям зереное. Там прям как замок какой-то. Паша, кстати, у мальчика спрашивала, грибы здесь есть. Все, грибы ищет. Наталка, не рви гриб. Хорошо, молодец. Все, все, не надо. She found mushroom. That's fine. She will do mushroom soup now. Сейчас я на супчик буду делаю. Yeah, mushroom soup. Ух ты. Вообще здесь зубое какое-то все. Более темное. Сейчас мальчик тоже найдет гриб. И здесь заделаем супец. Да? Куча. Камешек. Вот скоро вот так вот. Туристы берут камни, пишут. Вася плюс Саша. И потом это. Да, да, конечно. Мы так в лагере делали. Искры летят. Такой камень, сейчас покажи уже. Не покажешь. Не покажешь. Таше берлян где-то откопала уже. Все, идем сюда. Кстати, здесь вот камни как раз, как кенийского флага. Видите? Есть зеленый, и красный, и белый, темный. Цевинка же мы когда поднимемся наверх, оттуда, с высшей точки, это видно, что ты тут написал. Хочешь, что ты написал? Типа, может камешками написать, что ли? Посидеть, потратить время. Понятно. Посмотрим, что тут написано. И вот с Наташей грибы нашла. Вот такие, да. И она где-то вот такие вот нашла. Типа, можно ли их есть? Мы думаем, можно, только один раз в жизни. Мальчик смеется, и это кейк для дьявола, пирог для дьявола. Не знаю, что здесь видите, пирог для дьявола. Кто здесь что видит, да? И сразу к психиатру. Это точно. Кто здесь что видит, пишите. А вот, кстати, видите, или гриб, или барабан. Мне вообще издалека казалось, это как замок, как такой замок, балкон замка. А, точно. Он так представился издалека. Да, вот уже поднимаемся, скоро будем наверху. Вот, недаром мне эти башни напоминали, как вот башни замков. Мы с вами во Вороцлаве, в Кракове. Вот, напоминает, у них все-таки башни замков. Уже выходим из этого прекрасного ущелья. Но, надеюсь, с вами увидим сейчас еще закат. Все, друзья, выбрались уже. Смотрите, вечереет. Вот, люди сидят здесь. Дети гуляют здесь. Ну, и мы еще погуляем немножечко с вами до заката. Ну, вот, мы с вами уже наверху, люди внизу. Что-то кто-то написал. Как я пошутила, ты написал. Пока дошел, кто-то стер и написал свое что-то. Сонора, Чесеньора. Непонятно. Люди еще идут. А мы с вами ждем великолепного заката. Смотрите, какую лавочку мы нашли, чтобы встретить с вами закат. А то нам гид собирался принести стулья, потому что там уже много людей. Все занято, но мы там и не хотим. Мы хотим вот здесь, вот в этой красоте увидеть еще более интересную красоту. Да, Анталка уже устала. Давай показать вам ее. Все, готовимся. Вот мы думаем, что солнце как зайдет туда за облако. и не увидим мы нифига. Но все может быть, конечно. Но мы в ожидании, мы ждем и надеемся. Вы с нами в такой красоте. Ставьте лайки, пишите комменты. Нам действительно будет очень приятно. Очень красиво заходит, но вот облачко мешает чуть-чуть. Хотя вообще все равно такой кайф реальный. Сидеть, смотреть. Да, все такое спокойное. Кстати, ЦАВа отсюда в 65 километров. Помните, ЦАВа парк. Мы с вами в прошлом году там были и увидели много интересных животных. Кстати, вот туристы пытались пролезть через то дерзкое окно. Все четвером. Да, и они, короче, сказали нет. Типа, как бы, не повернулись. Мы понимаем, что они испугались. Интересно вообще. Сидеть, пожалуйста. Я еще спросила, застревал ли кто-то в этой дырке. Он поржал, говорит, да нет вроде. Мы потом придумали, что дырочка была. Если застрянет, то это будет последний раз. Ну, вон другая группа идет. Но вообще не поздновато, конечно. Хорошо, что с гидом, но те хоть пролезут. У нас как горохом просто. Все вылетели через ту гырку. Все там. Плачущая девочка с папой, мамы там, сестры, братья. Мы с Наташей. А тут раз, типа, и отказались. Да ну ладно. Ну вот, ждем с вами. Все-таки облако не дает выйти, показать. Тут ребята смеются. Наши гиды, что кто-то сказал, что сейчас будет рассвет. Рассвет, да. А говорят, вообще-то надо за спину повернуться. если рассвет. Быстро, очень быстро. Шведенька, шведенька. Да. Только была такая сильная, сейчас пошла на другую сторону. Да. И сейчас там будет рассвет. Все-таки спокойно вообще. До свидания. Дети поют что-то. по-моему, по-моему, скорее льва. Отпели. Правда, уже так очень заходит. Тучка мешает. Но солнце уже где-то, наверное, все-таки практически внизу. пытаются попасть в дверечку, где лев. Но сейчас им горы вернуты, реально. В горах как шутить. Помните экспедицию дятлова? Вот-вот они тоже шутили. Поэтому не надо так шутить и бежать гоя. нет фокусировки. Нет фокусировки. С лавочек уже поуходили. Уже не верят, что увидят красивый закат. А мы сами сидим и все участники экскурсии. Я, Наташа и два наших гида. Ну что, солнце, похоже, село. Туристы все еще идут. Ну, носим наша любимая поговорка пословица, что путешествие не заканчивается никогда. Спасибо, что были с нами сегодня, писали комменты, переживали, ставили лайки. Все, оставайтесь с нами на канале. Всем добра, бобра и всего хорошего. ПОДПИСМЕНТЫ ПОДПИСМЕНТЫ